здравствуйте друзья хочу рассказать про удивительный случай который сегодня у нас тут переключился в портнов компьютер school вот справа как раз по ходу наше здание наверное вам видно ночью случай был такой женщина рвалась в москву со слезами она требовала чтобы ее отправили в москву скорее даже просила чтобы ей помогли отправиться туда поскорее хотя сама она не из москвы на просто рейс вот ей туда надо был общая история такая я такого не видел дальше об чек так вот плакал и рвался из америки вроде едут не то что при этом как-то плохо было но а что произошло приехала женщина навестить дочку и внучку которые тут у нее живут живет она там далеко в башкирии в общем и женщина так уже за 60 я не уверен ну да она сейчас на пенсии но хотя в принципе она иногда там подрабатывает и что такое как-то на себя человеком чувствует у нее работа там по бухгалтерии что-то такое и тут она значит приезжать навестить дочку и внучку живет у них квартире и как бы ей ну скучно и не то что скучно как бы вообще плохо вот 1 декабря она прилетела уже считаю тут ну больше двух недель а билет обратный причем такой билет который уже издать нельзя ну ну потому что так дешевле билету обратную не где-нибудь там 10 11 12 такого типа января ну а что ей плохо а плохо ей все значит она спать не может не потому что акклиматизация там это уже прошло но вот просто спать она тут не может по-русски тут никто не говорит ну разве что в этой квартире там где она находится по потрепаться и нескольким вроде бы дочка есть и внучка есть но дочка на работе она приходит может быть там часов шесть дочка у нас училась портал компьютерского сейчас она там тестирует хороший большой очень известной компании которые знают весь мир ну и девочка внучка ходишь ходит в школу там не знаю в четвертый класс какой там маленький маленький лет 10 11 такого но естественно ребенок тоже в школе ну там когда она вернется ну может быть в 2 я не знаю когда дети такого возраста возвращаются из школы не помню но в 2 ну в 3 во всяком случае с утра мама предоставлена сама себе и ей плохо она плачет когда приходит дочь и внучка я честно говоря даже не знаю наверное она им тоже высказывается я я так подозреваю что вряд ли ей становится хорошо в этот момент когда они приходят а наверное и все время плохо ну и она так как бы к дочке тыры-пыры отправьте меня обратно дочка ей говорит ты чё мать сейчас каникулы начнутся у ребенка так ты хоть побудешь с ребенком дома и как бы да и собственно и момента не нужно будет соображать там что с ребенком делать на каникулах я думаю что как бы задумана была эта поездка именно так чтобы как раз в каникулярное время бабушка побыла с . но в общем чё-то у них там не знаю не склеилось женщина плакала она пришла в школу причем пришла она тоже не сама где-то она там пошла на улицу и кто-то из наших студентов которые мимо шли а это недалеко от нас тут минут 10 кто-то из наших студентов добрая девочка значит там вы видели на канале у нас но не суть неважно кто она подобрал бабушку привела ее к нам и потом даже взяла бабушка повела там ее в банк там что-то она хотела там какую-то денежку раскешить я не знаю там в карточке во всяком случае это совершенно потерянный человек который привык быть абсолютно функциональным в своих каких-то понятных и привычных условиях и вдруг оказался абсолютно не неспособным на самые простые вещи там вот вплоть до того чтобы там денежку взять или в магазин пойти и она как бы пришла к мысли что она никогда больше не приедет в америку что она здесь никогда не сможет работать и никогда не сможет быть полноценным человеком и последнее что она в своей жизни хочет это вот здесь оказаться ну может быть это такой эмоциональный у нее она наплыв там перехлёст я не знаю что сказать может она как-то изменится время я подумал вот бабушку надо на первый канал пропадает такой материал просто совершенно так пусть она всем рассказала как тут плохо по-русски никто не говорит вот и в общем я я не под не подначил я поднеси так странно было необычный чек плакал и она ведь отправьте меня обратно а как вы должны отправить помогите мне поменять билет ну ребят наши пошли пытаться поменять себе перед посмотреть что там есть и выяснилось что билет не меняется тогда она говорит одолжите мне денег я куплю билет на завтра вот там или на послезавтра и улечу и потом вам верну там несколько приемов у меня там есть деньги там еще что-то ну и мы не то что проблема там ей билет купить но проблема в том что чего ее дочь потом нам скажет скажет выше это такое взяли мою маму отправили экстренно значит другое государство может у нее план какие были на бабушку в общем дозвонились мы до мамы ну в смысле до дочери есть до мамы ребенка до до дочери значит бабушки и говорим чё там у вас такое приключилось в общем так будет вы чё ребята не смейте трогать мою маму вот у нее билет есть и ты ягод можно сказать на последние там скопила она не безумно много получает у нее первая работа по профессии ну ничего но так не безумно и что же такое вообще там значит вот пусть общается с внучкой там и не 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 лезьте в нашу личную жизнь вот ну и раз такое дело не стали естественно вмешиваться никуда но рассказываю я об этом потому что удивился очень я подумал что вам тоже интересно будет я такого не видел знаете чтобы человек со слезами говорил там отправьте меня обратно в башкирию знаете потому что в америке где мне работать не надо где у меня собственно так сказать я на полном обеспечении где я вижусь со своей дочерью с которой не виделась там изрядно и с внучкой который не виделась изрядно причем внучка у нее жила там последнее время перед приездом в соединенные штаты пару лет вообще у нее там жила то есть они довольно близко как бы связаны поэтому в общем повидались совершенно не обязательно чтобы целый месяц видаться до можно и быстрее конечно вот такой случай я к сожалению не знаю каких-то тонкостей там внутренних отношений может быть все гораздо проще а может быть наоборот все гораздо сложнее но вот чего вижу то рассказываю я же это не не психолог какой и не инженер человеческих душ а так вот я больше по образованию и информационным технологиям вот и рассказываю счастливо